Дай почитать. Дай почитать. Один из героев, Даня, в третий раз пытается поступить во ВГИК на сценарный факультет и решает написать по совету маститого преподавателя сценарий точно по жизни и придает этой книге динамику. Но получается какой-то фильм ужасов, хоррор, триллер. От книги оторваться невозможно, не потому что она прекрасна, а как раз наоборот. Действие происходит в семье Фрайман, Марка и Кати. Они в разводе, но у них семеро детей. Двое своих, Лея, 17 лет и Яна, 6. И приемная. Рома, 16. Леша, 7. Шура, 16. А Даня, который учится на бюджете филфака МГУ, оказывается сыном от первого брака Кати. Его отец, кинорежиссер, снимавший концептуальное кино. И, наконец, седьмой ребенок, Оксана, ей 8. И ее совсем недавно взяли из Иркутского детдома. Персонажей колоритных и неоднозначных много. И хомяк, и бабушка, и Юрий, и девушка, никто, и многие другие. Семейство Фрайманов разноликое, разнохарактерное. Дети, взятые из детдома, навсегда психологически уязвимы. Мне не было смешно ни разу. Может, что-то у меня с чувством юмора, конечно. Впечатление тягостное, но в то же время поучительное. Надо отвечать за свои поступки. И если уж решили родить дитё, то, пожалуйста, давайте будем растить его и воспитывать. 18+. Дай почитать.